Несколько легендарных актёров сыграли клоуна принца преступного мира, но даже среди них Джокер Джареда Лето прошел долгий и странный путь. В этом видео вы узнаете, как сложилась судьба персонажа – от Отряда самоубийц до Лиги справедливости Зака Снайдера. В оригинальном проекте сценария Отряда самоубийц Джастина Маркса Джокер вообще не фигурирует. Дэвид Эйр позже добавил Джокера как фундаментальный элемент всей истории. Сам Джаред Лето даже был не первым кандидатом на роль персонажа, изначально её предлагали Райану Гослингу. Точно так же давнюю возлюбленную Джокера, Харли Квинн, должна была сыграть Кара Делевинь, но вместо этого она взяла на себя роль чародейки. Лето скрывал то, что ему досталась эта роль до момента публичного оглашения актёрского состава фильма. Хотите верьте, хотите нет, но он изначально хотел сыграть главного героя в Докторе Стрэнджа, но Marvel захотели, чтобы эту роль исполнила звезда покрупнее, чтобы успешно представить зрителям малоизвестного персонажа. Это вдохновило Лето на проведение переговоров с компанией Warner Bros., которая ухватилась за шанс взять удостоенного премии Оскар-актёра на столь культовую роль. Остальное уже история. Официальные фотографии Джокера в исполнении Джареда Лето были опубликованы в апреле 2015 года и встретили неоднозначный прием. На фотографиях актёр был показан с короткими зелеными волосами, бледным лицом и дикой ухмылкой. К сожалению, фотографии также показали ещё один примечательный набор особенностей, которые были восприняты с меньшим энтузиазмом. У этого Джокера металлические скобы на зубах и множество татуировок. Среди его многочисленных тату – широкая ухмылка на предплечье и руке, череп в шляпе шута на груди, десятки ха-ха-ха на руке и слово Поврежденный, написанное курсивом на его лбу. Одно было ясно – этот Джокер приобрел совершенно новый образ. Татуировки Джокера с надписью Ха-ха-ха отсылают к предыстории из Бэтмена против Супермена на Заре справедливости 2016 года, в котором костюм Робина, исписанный желтыми буквами Ха-ха-ха, мелькает среди вещей Бэтмена в Бэтпещере. Зная Бэтмена, эта деталь демонстрируется как напоминание о том, что герой не смог защитить Робина, который, как предполагается, погиб от руки Джокера в виде нерасширенной вселенной DC Зака Снайдера. В интервью Entertainment Weekly Дэвид Эйр объяснил внешний вид Джокера и его связи с Бэтменом. «Джокер убил Робина, а Бэтмен выбил ему зубы и запер в лечебнице Аркхема. В психиатрической больнице Джокер сделал тату со словом Поврежденный в качестве сообщения Бэтмену, «Ты нанёс мне повреждение. Раньше я был прекрасен, а теперь ты уничтожил моё лицо. Вот где всё это берет начало» Однако Эйр сомневается в правильности творческого выбора. Когда его спросили об этом решении в 2018 году, он ответил, «Да, мне пришлось пойти на это, но мы зашли слишком далеко» Поведение лета на съемочной площадке Отряда самоубийц стало предметом множества споров. Ходили слухи о подарках, которые он разослал различным членам актерского состава. Адам Бич, сыгравший Слепкнота, по словам журнала E, получил тушу дохлого кабана в дополнение к другим странным предметам. Он послал Марго Робби красивое любовное письмо вместе с черным ящиком с крысой – живой крысой. Крыса сначала испугала Робби, но в конце концов она подружилась с животным и назвала его крыской. Эти выходки создали Лето своеобразную репутацию. Ходили даже ложные слухи, что Лето послал своим коллегам по фильму дохлую крысу – вероятно, результат ошибочных воспоминаний общественности о вполне живой крысе. После выхода Отряд самоубийц был ужасно встречен критиками, а Джокер Лето стал чем-то вроде эпицентра осмеяния. Как сказал критик из Insider, Джейкоб Шамсян, «Версия Лето – это гангстер, у которого есть фетиш на клоунский грим. У него нет никаких подлых планов, и он даже не совершает ничего особенно умного. Он просто злой чувак, который, вероятно, сожалеет о своих татуировках» Другие критики отвергли показанные в фильме отношения Джокера и Квинн как поверхностную романтику насилия. В общем, критики и кинозрители разорвали Джокера Лето на части. Джокер Отряда самоубийц стал чем-то вроде символа неудач расширенной вселенной DC. – Я не человек, который... Несмотря на весь шум и ярость, вызванные образом Джокера в Отряде самоубийц, окончательная версия фильма лишила его почти всего экранного времени. Джокер практически не появляется в фильме. Лето выразил сильное удивление этим фактом и был явно расстроен. На вопрос IGN, разочарован ли он таким количеством вырезанных сцен, он ответил, «А были вообще сцены, которые не вырезали? Я серьезно, там вообще хоть что-то оставили?» «Было так много моментов, которые просто вырезали из фильма, что я даже не знаю, с чего начать. Я думаю, что Джокер... Мы много экспериментировали на съемочной площадке, многое исследовали. Мы столько всего сняли, чего нет в фильме» Со своей стороны, Дэвид Эйр также выразил сожаление по поводу того, что Джокер был практически исключен из его истории. Как он отметил, «Хотел бы я иметь машину времени. Я бы сделал Джокера главным злодеем и спроектировал бы более прочную историю» В августе 2017 года было объявлено, что киноэкран выходит фильм о Джокере и Харли Квинн. Предполагаемый романтический проект DC был назван Криминальной любовной историей, которую один источник описал как, когда Гарри встретил Салли под амфетамином. Его предполагалось запустить в производство после завершения запланированного на то время сиквела Отряда самоубийц, но этого не произошло. И пускай фильм все еще находится на странице Лету на МДБ, ходят слухи, что он был отменен. Это лишь предположение, но в сочетании с отказом Марго Робби от развития отношений Харли и Джокера и окончательным разрывом их отношений в Хищных птицах, все указывает на то, что выход этого фильма крайне маловероятен. В июне 2018 года было объявлено, что Лето будет сниматься в сольном проекте о Джокере. В то время ходили слухи о двух предполагаемых подходах к расширенной вселенной DC, которые теоретически могли существовать одновременно. Один список фильмов будет поддерживать установленную преемственность, в то время как другой позволит кинематографистам наложить свой собственный уникальный отпечаток на знаковых персонажей. На тот момент, как сообщалось, в разработке находились и фильм о Джокере с Джаредом Лето, и картина Джокер от Тодда Филлипса, выпущенная в 2019 году. Фильм Филлипса, как сообщалось, был частью ветви фильмов DC, которая будет отличаться от основного повествования о расширенной вселенной DC. Однако Джокер Лето так и не был реализован, как планировалось изначально. Вместо этого DC полностью отошли от единого сюжета расширенной вселенной DC, сделав своего рода мягкую перезагрузку. Харли Квинн прошла через хищных птиц к отряду самоубийц Джеймса Ганна, но она сделала это без своего Путинга. В то же время сольный фильм о Джокере Джареда Лето остался в подвешенном состоянии, и, как сообщается, Лето чувствует усталость от пустых обещаний. Поскольку первоначальные планы относительно расширенной вселенной DC были отброшены в свете успеха отдельных фильмов, таких как Джокер, проект с участием Лето был брошен на свалку кинематографической истории. Лига справедливости 2017 года вообще игнорирует его персонажа. Хищные птицы разрывают отношения Джокера и Харли без единого появления самого Лето, а фильмы Мэтта Ривза о Бэтмене происходят далеко за пределами ранее установленной преемственности DC. Перезагрузка Джеймса Ганна, Отряд самоубийц, миссия на вылет, рассказывает новую историю, полностью отличающуюся от первой части Отряда самоубийц. Несмотря на первоначальное обещание, что появление Хокина Феникса в роли Джокера не помешает созданию отдельного фильма с Лето, стало известно, что актер был недоволен, узнав о конкурирующем фильме. Была информация о том, что Лето якобы пожаловался своим агентом в Creative Artists Agency и попросил своего музыкального менеджера Ирвинга Азофа позвонить главной материнской компании Уорнерс в надежде положить конец фильму Филлипса. Команда Лето отрицает эту информацию, в то время как Азоф, который к тому моменту прекратил сотрудничество с Лето, не дал никаких комментариев. Источники сообщили Hollywood Reporter, что Лето полагал, что его агентам следовало бы более яростно выступать против Джокера Филлипса и сообщить ему о конкурирующем проекте раньше. Лето с тех пор ушел из Creative Artists Agency в Уильям Моррис Эндевер, но его команда утверждает, что альтернативная адаптация Джокера не сыграла никакой роли в принятии решения. Один неназванный источник, близкий к происходящему, заявил, что проект фильма о Джокере с участием Лето был отменен, заявив, «Как можно играть Джокера после Феникса? Это, вроде как, положило конец его планам на этого персонажа» Лига справедливости 2017 года вызвала возмущение фанатов. Они утверждали, что режиссеру Заку Снайдеру, который покинул проект после семейной трагедии, следует разрешить переработать и выпустить фильм, чтобы отразить его первоначальное режиссерское видение. Интернет-компания фанатов призывала руководителей Warner выпустить версию Снайдера, и этот клич в конечном итоге был поддержан самими звездами фильма. Когда казалось, что будущее Лето в фильмах DC уже почти завершено, произошла удивительная вещь. В мае 2020 года Warner Bros. объявили, что версия Снайдера существует, и они выпустят её на потоковой платформе HBO Max в 2021 году. Среди всех изменений и дополнений, которые версия Снайдера вносит в Лигу справедливости, есть постапокалиптическая сцена будущего, которая включает в себя совершенно новую версию Джокера Джареда Лето. Сцена представляет собой антиутопическое будущее вселенной DC, где любимые персонажи потерпели поражение, а миром правит тиран. Главные герои находятся в таком отчаянии, что им приходится сотрудничать с традиционными злодеями, такими как Джокер Лето, наконец-то вернувшийся в фильм DC. То, что Джокер является частью Лиги справедливости Зака Снайдера, уже достаточно удивительно. Еще более впечатляющим является тот факт, что образ этого Джокера был полностью переработан. «Исчезли татуировки, короткие волосы и металлические зубы. Вместо этого мы видим усталого от апокалипсиса будущего Джокера с болезненным смехом, длинными волосами и множеством шрамов. Он больше не одет, как гангстер, и вместо этого носит длинную изношенную одежду, что имеет смысл, поскольку его криминальная империя должна была рухнуть в пустоши» Фотографии, опубликованные в преддверии дебюта Лиги справедливости Зака Снайдера, намекали об этом изменении во внешнем виде. Они показывают угрожающую, утомленную, гораздо более пугающую версию персонажа, чем неоновый преступник, которого мы видели в 2016 году. Эти эстетические преобразования призваны отразить изменения в истории персонажа. Как сказал Лето в интервью Стивену Колберту, Джокера из Отряда самоубийц и Джокера из фильма Снайдера разделяют несколько лет. – Ну, я думаю, это эволюция. Есть несколько лет, и, конечно, разные директоры. Новый внешний вид был встречен в основном положительно, особенно в сравнении с отрядом самоубийц. Когда 14 февраля состоялась премьера трейлера Лиги справедливости Зака Снайдера, фанаты с удовольствием отметили новые кадры Дарксайда, улучшенные боевые сцены и совершенно новый облик главного злодея фильма Степного Волка. Также перед зрителями предстало ещё одно интересное дополнение – сцену между Бэтменом Вена Аффлека и Джокером Джареда Лето мелькнуло в конце трейлера. Обернувшись спиной к камере, Джокер бармочет, – Мы живем в соцсетях, где уважение – дистанционная память. – Это правда? Эта сцена была написана Снайдером на карантине, и он уговорил колеблющегося Лето вернуться к персонажу для этого проекта. Сцена была снята за три дня, а Аффлек и Лето снимались в разных местах из-за ограничений, связанных со съемочным графиком. Фраза «Мы живем в обществе» на самом деле была импровизацией Лето. Как он сказал Колберту, это была – Ад-либ, который я снимал на день, снимаясь в трейлере, и потом пошло вирально. По мере приближения релиза Лиги справедливости Зака Снайдера, некоторые фанаты начали выступать за выпуск Отряда самоубийц Дэвида Эйра. Как неоднократно говорил Эйр, Отряд самоубийц, который появился в кинотеатрах, сильно расходится с его намеченным видением. По словам Эйра, первые 40 минут фильма были вырезаны. Предполагалось, что фильм будет тесно связан с Лигой справедливости, но от этого подхода отказались. Однако не стоит слишком надеяться на то, что появление версии Снайдера может привести к тому, что Эйр получит шанс на свою картину. Генеральный директор WarnerMedia Studios Энн Сарнов прямо заявила, «Мы не будем выпускать версию Дэвида Эйра» Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых героев и злодеев комиксов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!